Ну что мы, ветераны, последние на планете уже ветераны, что уже не будет. А сейчас видите, сколько наших ветеранов. Но наша война, сейчас война наша, и та война, они друг от дружки отличаются. Мы тогда воевали против фашизма, а сейчас я не знаю, против кого они воюют. Вот их спросили, против кого вы пришли воевать? Я родился в Смоленской области. Велический район, деревня такая есть, Кихелий. Я русский и владею русским языком в совершенстве, а до сих пор украинским не владею. Я не чувствовал никакой дискриминации абсолютно. Прожил жизнь в Украине, здесь женился, здесь мои дети, вот мой младший внук здесь, внуки, правнуки, все русскоговорящие, никто из них никаких не чувствовал каких-то, значит, отрицательного мусора нет. Какие мы фашизм, кого мы убивали, какую землю мы где-то оккупировали, мы никого не трогаем, дайте нам свободно жить и сеять пшеницу, вы что? Какая-то дикость непонятная. Украина и Россия, как всегда говорили, породились навсегда. И чтобы воевать Россией против Украины, это мне до сих пор непонятно. По моему эмоции, скажем, воспитанию, по моей жизни, это какая-то дикость. Мы воювали против фашизма и свободы, и нам нужно было фашизм разбить. А сейчас я не знаю, против кого они воюют, против людей, против детей. Забирают Бельежанское. Так вот это армия, это какие-то бандиты. Фашисты, столько говоря, не надо. Сколько надо Путин со своими найманами войска. Теперь не та война. Не та. Сколько он средств потеряет на всю войну? Сколько смертей наробить на всю войну? Сколько якура с рук, с родом, сколько русских матери, пролез, слез, так же, как и наши. Он это не учел. Не учел странам фашистов. Он должен был чем-то отличиться. Вот как Гитлер, шизофреник, так и он. Он больной. А люди там зомбированные. Я же вам говорила, что я обращалась к курским женщинам. Потом, когда вижу, что она просит фен, чтобы ей прислали от хохошки фен, и ей пришли. То я поняла, что они зомбированные, что-то не с кем говорить. Но если моя подружка в Москве, в Курске, говорит, Оля, это правда, что около униермага повесили вестницу бывших коммунистов будут вешать? Я говорю, Люська, ты что, сумасшедшая? Тебя, я говорю, ай-та, и там же зомбировали тоже. Говорю, ты придурочная. Что ты говоришь? Так что, видите, она тут была. Она получила здесь орден Ленин, она на швейной фабрике работала. И она мне такое говорит. Так что вы хотите? И она же там, а им же с детства в школе, в детском садике, и, и, и. Убивающим и бандеровцы. Там что, нема около него больше никакого работников, чтобы сказать, товарищ Путин, что же мы делаем? Трупы валяются людские по дорогах. И то, и то, и то, и нашей стороне. И русские, и украинцы валяются. Зачем? Не можно сказать, там Путиновый. Нема кому ехали. Это не хочет сказать. Путин керунь и уничтожает народ. И хорошо. Батусин керунь и уничтожает народ. Продолжение следует...